Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Киркей Абулок по учению отцов. И в учении отцов осталась нам одна мишна, 17-я мишна, в учении отцов. Сказал ее Раббат Шимон Бен Гамлиэль. Значит, Раббат Шимон Бен Гамлиэль в 18-й мишне, это тот же Шимон Бно, который был в 17-й мишне. То есть была 16-я мишна, Раббат Гамлиэль, 17-я мишна, Шимон Бно, это его сын. Он тогда еще не стал Раббатом, не стал руководителем еврейского народа. А потом в 18-й мишне он стал Раббат Шимон Бен Гамлиэль, то есть он уже стал на статус как его отец. И отсюда мы видим, что есть преемственность поколения, есть преемственность, есть генетика, есть обучение. Вообще из всех этих мишне, что если был Раббат Гамлиэль, то его сын стал Шимон, а потом он стал Шимон Бен Гамлиэль. И мы видим, что вот эти династии, да, они существуют. Они существуют. Иногда да, иногда нет. Интересно, что у Машарбетного сыновья, например, они были не очень удачные. Нигде не написано, что они пошли за ним и возглавили народ. А Раббия Тива, который стал? Раббия Тива. Говорят, что его сын Йошоу Бен Корхо, он был один из самых великим мадресов следующего покоения. Йошоу Бен Корхо. Корхо это лысый, Раббия Тива был лысый. Так Йошоу Бен Корхо, я слышал, что он был Йошоу сын лысого, имеется в виду сын Раббия Тива. Значит, ну иногда да, иногда нет. Здесь как бы, как отследить, какая здесь есть закономерность, когда отец идет за сыном, когда не идет. Значит, здесь очень многое зависит от мамы. Сын за отцом. Сын за отцом, да. Когда сын идет за отцом, когда нет. Здесь очень многое зависит от мамы. Если мы посмотрим на праотцов, Абрама из Капи-якова, то Абрама Винну, он поднялся на близость к Богу, он из грязи, можно сказать, дал поклонство, он нашел путь к Богу и прилепился к Богу, поэтому он самый первый из праотцов, начало всего, фудамин всего, и те, кто, кстати, принимают иудаизм, они поэтому становятся бен Абрам, то есть они делали то, как сыновья Абрама, сделали то же самое, что делал Абрама Винну, они вышли из верований таких вот, нетуствых, ну, из каких-то левых веров, они, в общем, они вышли, прямо присоединились к Богу, как Абрама. Теперь второй был его сын Ицхак, и Ицхак, один, он был тоже без греха, он был вторым среди праотцов, он был сыном Ривки, правильно? А у Абрама была еще до этого жена Агари, которую служанка, Ицхак был сен Сарой, да, сен Сарой, была, Сара была Абрамом, у них не было детей, она дала ему свою служанку, жены Агари, дочку фараона, и от Агарии родился сын Ишмаэль, который был, он был похуже, чем Ицхак, и он уступил Ицхаку первенства, когда хоронили Абрама, то первый шел Ицхак, потом шел Ишмаэль, Но при этом Ишмаэль был тоже великим человеком, Бог сказал, что от него пойдет 12 народов, и Абрама его тоже любил, интересно, что Каба, вот этот камень, да, куда мусульмане поклоняются, там есть, ну, насколько я читал, что их предания, что это место, где Абрама обучал Ишмаэля Тори, Что даже потом он приходил, обучал его, и там похоронено, вот в этом камне похоронено по их преданию Ишмаэль и Агари, рядом с этим камнем, могила их находится, да, и по их преданию находится там же, где этот Каба камень, находится отпечаток ступни Адамлишора первого человека, Я думаю, в Википедии читал, но было интересно, ну, что там, как оно связано с Абрамом, так вот, ну, мы видим, что ребенок идет за мамой, но потом, на следующем поколении, вообще удивительная вещь происходит, У Ицхака и у Рихи, у одного и того же папы и мамы, рождаются два сына, Яков и Исаак, и они оба, ну, у одной папы, у одной мамы, в один день родились, то есть это вообще гороскопы все не работают, получается, в один день, ну, прямо в секунды, там, разницы, минуты, и они абсолютно разные, Исаак, убийца, насильник, который, ну, берет этого мира, просто не, все, что хочет, забирает, и, ну, то есть, такой, именно, полностью погружен в этот мир, Якова этот мир вообще не интересует, он посвящается к этому послужению Богу, ну, то есть, его вообще, кроме Бога, ничего не интересует. Все решает генетику. Опять же, тут мы видим вопрос на генетику, значит, генетика, это одна и та же, значит, воспитание одно и то же, и здесь мы видим, что все-таки выбор человека, он оказывает больше роль на его судьбу, чем генетика и чем воспитание, то есть здесь мы видим, как бы, вот эту вот тройную такую, да, есть три фактора, есть фактор генетика, есть фактор воспитания, есть фактор выбора, самовоспитания, свобода внутреннего выбора, и мы видим здесь, что какой фактор самый главный, это выбор, внутренний выбор, свобода выбора. Значит, Робан Шимон бен Гавриэль выбрал быть великим мудрецом Торы, выбрал быть как папа, а сыновья Маширобена их воспитывала мама и дедушка. Известно, что он посвятил себя служению еврейскому народу, служению Богу, сыновья его и воспитывала жена, и ничего хорошего не получилось. Теперь дальше. Сказал Робан Шимон бен Гавриэль, и мы не знаем, кто была жена Робана Гавриэля, непонятно нам, кто была его жена, но, очевидно, она сына хорошо воспитала. Значит, он сказал нам так, на трех вещах стоит мир, на истине стоит мир, на истине, на дине, на суде и на шаломе, и на мире. Как бы три составляющие, да, это три разных подхода к миру. Сейчас мы разберемся с каждым подходом. Как сказано, и он ссылается на строку из пророка Захарии. Пророки это были такие люди, которые говорили от Бога, то есть они заходили в духовное пространство. То есть есть у человека интеллект, в котором он создает мир. Интеллект заполнен знаниями о мире, и человек, он мир, когда воспринимает, то заходит сигнал его в мозг, он, в принципе, рассказывает, или, ну, он видит, воспринимает то, что он создал у себя в мозгу. Пророки, они умели выходить за грань вот этого реального мира, они, да, они каким-то образом свое вот это вот осознание выводили из своего же интеллекта, из своего же мозга, и куда-то они отправляли вот это свое, как бы, перископ, такое, да, восприятие, отправляли в духовный мир. Не в мир материальный, а в мир духовный. Как бы у них была такая точка доступа в этот духовный мир? Там, где Андио, там, где Бог и так далее. Мир нефизический. И дальше они из этого мира нефизического, они получали сигнал, но этот сигнал все равно проходил через их интеллект. Когда они выдавали этот сигнал, они все равно рассказывали своими словами. И единственный пророк, который просто передавал слово в слово то, что ему, как бы, был просто передатчик, это был Машир Рабет, Моисей. Да, он был чистое стекло, то есть через него он просто принимал сигнал, Бог через него говорил. Он был просто рупором, как Бога, да, так, как написано в наших книгах. Но Захария, пророк Захария, он, значит, когда сказал, Рабет Жмон Ван Гавлеев сказал, на трех вещах стоит мир, на истине, на суде и на шаломе, он привел доказательство, как сказал пророк Захария. Истинна, мишпад, суд и шалом, судите в своих воротах. Это Бог через пророка сказал еврейскому народу, сказал, что на этих трех вещах вы должны строить свою жизнь. И здесь мы понимаем, отсюда мы понимаем разницу между этой мишной и мишной, которую сказал Шамона Царик. В этой главе была вторая мишна, да, что он сказал так, что мир стоит на трех вещах, на торе, на служении и на добрых делах. А здесь написано, мир стоит на истине, на суде и на мире. Так как, секундочку, как это стоит, даже разные вещи, получается, на шести вещах стоит мир. Так нет, и тот прав, и тот прав. Шамона Царик, он имел в виду, ради трех вещей этих мир был создан. И пока есть эти три вещи, у мира есть заслуга, ради чего он существует. То есть Бог создал мир ради Торы, чтобы люди через Тору могли познавать мир и коммуницировать. То есть Тора это учение, это свойство, как сказать, мир, да, он, есть не живая природа, есть живая природа, травка, деревья, да, есть животные там, что-то бегают, они, ну, очень по своим делам. И этот мир, он, это как механика такая. Есть только человек, который познает, исследует, творит, создает и так далее. Вот этот интерфейс, который делает человека человеком, это называется Тора. То есть Тора это, как сказать, программное обеспечение интеллектуального восприятия и управления миром. Теперь в чистом виде Тора это, ну, достаточно, это язык, например, да, человек это говорящий, то есть Тора это язык. Тора это возможность разговаривать с собой, с Богом, там и так далее, это все Тора. И Бог создал мир ради Торы, ради того, чтобы люди через Тору могли постигать Бога, ради служения, чтобы люди могли через служение, это направление их в сердце. Что такое служение? Это когда, ну, молитва это служение, да, когда ты направляешь свое намерение к Богу и благодаришь его и просишь служение. И ради добрых дел, то есть Бог же, ему ничего не надо, он соузнал мир, он хотел давать, он просто хотел, чтобы всем было хорошо. И когда человек, он принимает вот эту вот концепцию, он божественный человек, он хочет тоже, чтобы всем было хорошо, он хочет, чтобы было вокруг добро, минутка за ним, он раздает людям добро, он всем делает хорошо. Ну, то есть Бог говорит, вот я ради этого создал мир, чтобы люди постигали, чтобы люди благодарили и молились мне, потому что я создатель мир, не то, чтобы мне это надо, но это правильно. То есть Бог, он и без этого осуществовал, но он говорит, правильно мир создают для вот такой вот концепции, чтобы люди между собой жили хорошо, добрые люди. Отлично. Теперь, ну, люди, и Бог же через Тору, он передал свой инструмент, которому он сотворял мир. Он как у человека говорит, ну, давай, ты как я, то есть это человек по образу подобию Бога. Теперь он ему говорит, давай, вот мир твой творит. И человек начинает, там, они, значит, да, конечно, у тебя заберу, а я сейчас это, то есть до потопа люди, они, вместо того, чтобы ради того, из-за чего мир был создан, это делать, они, значит, ну, Тору они оставили, то есть Тору это система управления миром. А вот служение Богу, они сказали, до свидания, зачем ты нам нужен, мир мой, сказали первые люди, мы здесь полностью, отлично, без тебя справляемся. То есть ты нам дал мир, значит, все, никакой благодарности. А когда нет благодарности к Богу, конечно, нет благодарности друг другу. Они начали с друг другом воевать, животные изменять, то есть они начали с миром делать все, что хочешь. Бог говорит, секундочку, я не для этого создал мир. И стер это программное обеспечение, а потом это как стирание программы. Я помню, когда я проводил урок для студентов, и вообще только вот был, ну, в самом начале, когда я приехал в Киев, и я, когда рассказываю эту историю, один такой сидел, парень, он хорошо понимал, в компьютерах, телефоном, он говорит, я понял, это называется перепрошивать саптину. Перепрошить саптину, когда сапт не работает, он говорит, надо перепрошить. И Бог перепрошил саптину, и, значит, он создал это по-новому все. Значит, после потопа люди, они поняли, что с Богом шутить не надо, и они решили, так как они знают, как этот софт работает, они решили перепрошить саптину сами. И они, знаешь, что делать, как они выграбили. И они решили своими там намерениями, то есть, как бы человек, это отражение Бога. Был, значит, один человек, когда он решен, а потом их стало много. И когда они много, они решили опять вместе собраться, как один человек, как одно сердце, так как они строили Вавиловскую башню. И когда они собрались, как они, человек, как одно сердце, они думали, что они стали равные Богу. И они хотели для Бога закрыть фронт в этот мир, чтобы он больше не мог перепрошить саптину. Сделать пароль, чтобы он больше не мог зайти в этот мир. Они думали, что мы дальше будем сами жить. Но Бог, он же хозяин мира. И он изменил у них языки. Они перестали, они не могли объединиться. А когда люди не могут объединиться, то они каждый в разные стороны думают, и у них силы совместной нет. И после Вавиловской башни уже пошли разные народы, и путь к спасению, но Бог добрый. Он все равно хотел, чтобы хоть кто-то к нему вернулся. И были всегда единицы, которые выбирали на трех причастных мир, на торе, на служение и на добрых делах. Потом Бог среди этих единиц выбрал Авраам и ЦК Каякова, и от них нашел еврейский народ, народ священников. Он говорит, вы должны выполнить все, что я задумал для мира, вы обязаны выполнить. И евреи, он дал Тору им, дал точно уже все, как прямо прописано все конкретно, что делать, как делать, только вот конкретно идите по плану. То есть, чтобы уже не было вариантов. И он, мало этого, он поставил границу. Он говорит, если вы будете идти не по плану, вам капец. То есть, я как бы, уже вариантов нет. Игра должна быть закончена. Все, значит. И дал Тору, вывел из Египта, сделал чудеса, все было великолепно. И завел в Израиль. И тут, значит, уже это было Роман Шамон Бангамбелев, он жил в конце второго храма. И они опять там, ну, то есть, не очень вылазили за рамки. И тогда он сказал, говорит, послушайте, мир может существовать и управляться только тремя вещами. Эмет, эмет это истина, это Тора. Эмет это, то есть, истинный взгляд на ситуацию. Это эмет, истина. На истине, то есть, ты должен в любом вещи стремиться к истине. Дин, это суд. И нужно, сказал Бог евреям, что вы должны идти к Торе. То есть, Дин это суд. Это если что-то делается неправильно, вы должны это пресекать. И на шаломе, мир. То есть, но при этом нужно быть милосердными. Шалом это мир. И нужно, где надо уметь прощать, где надо наказывать, но всегда стремиться к истине. И только в этом случае вы сможете удержать мир. Но голос Роман Шимона Бенгамриэля к еврейскому народу, он был глава поколения, он был великий мудрец, остался как вопиющий, глаз вопиющего в пустыне. Еврейский народ не выполнил его пожелания, не выполнил то, что Бог сказал через пророка Захарию. И Богу пришлось разрушить второй храм. Значит, Богу пришлось отправить еврейский народ в изгнание на исправление, чтобы они уже в изгнании услышали эти слова. И я надеюсь, что сейчас изгнание уже заканчивается. Уже половина времени вернулась в государство Израиль после двух тысяч лет изгнания. Представляешь, две тысячи лет эта земля ждала еврейский народ. Такого нет в истории, вообще нигде. Две тысячи лет, значит, там была пустыня. И тут, значит, вдруг через две тысячи лет опять есть Израиль, опять есть столица в Иерусалиме, опять есть Ешивы. Сто тысяч человек учат Тору сейчас вообще в Израиле. Сто тысяч человек сидят целый день учат Тору в Ешивах. Представляешь? Эбет, умешпад, шалом, шахтуба шарахэм, судите в воротах. Вот сейчас уже опять слова Рабан Шмон Банганеля через две тысячи лет услышаны, выполнены. И Бог доволен. Мы видим, что Он доволен, потому что опять есть государство Израиль. Опять есть миллионы, миллионы каждый год приезжают, служат Богу, просят Богу. То есть, отлично, все идет хорошо. И, значит, но на тот момент, к сожалению, не услышали. А сейчас услышали. Все. Значит, и каждый из нас должен в своей жизни, он тоже стремится к истине. То есть, в любом деле, находить, где же этот серединный путь, золотая середина. Интересно, что слово Эмет, это первая буква алфавита, средняя буква алфавита и последняя буква алфавита. Это очень интересная такая, как бы, ровно вот Эмет. Теперь, мишпа, дин. Значит, судить лучше всего строго себя, когда ты нарушаешь. То есть, судить других лучше не надо, потому что, если смешно, дальше мы будем ее учить. Альта, дин, отковыреха, отчет, дели никому. Не суди ближнего, пока ты не попадешь на его место. Ты не знаешь, что с ним произошло. Ты не можешь его судить, только Бог знает все обстоятельства дела. Поэтому судить, если ты хочешь, лучше суди себя. Себя ты знаешь все свои побуждения. И нужно быть строгим к себе и мягким к другим. А большинство людей, на мой род, мягкие к себе и строгие к другим. Но, опять же, только что я выставил осуждение о других. А я не знаю большинство, не большинство. Поэтому я знаю, что лично мне нужно Эмет, дин и шалом. И все будет хорошо. Все, значит, удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. Все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok